Друзья, вы на канале социо-софт ТВ и сейчас самое время, с одной стороны, подвести итоги ушедшего, уходящего года, а с другой стороны, поговорить немного о прогнозе. Сергей Борисович, какие события вам показались за прошедший год наиболее значимыми? Ну, в прошлом году, ну, в смысле, год назад, я предсказывал, что год будет спокойным, как и все нечетные годы. Но в самом деле, 20-й год у нас коронавирус, 21-й у нас медленно завершающийся коронавирус. 22-й год у нас война в Восточной Европе, 23-й год она продолжается. И действительно, год полностью подтвердил мои ожидания, как, если так можно выразиться, относительно спокойного года. В нем мало чего случилось принципиально нового. Но распаковывалось очень много смыслов 22-го года, да и других предыдущих годов. Кстати, с этой точки зрения, 24-й год будет, с моей точки зрения, менее спокойным и более острым, нежели 23-й. Но об этом попозже попробуем поговорить. Да. Основное событие года – это, конечно, продолжающаяся война в Восточной Европе. И никуда не денешься отсюда. Это основное событие не только для России и Украины. Это основное событие для Европы, для Британии, для США, но только что не для Китая и Индии. В общем, большая часть мира так или иначе подставила себя в зависимости от того, как будут проходить боевые действия на полях Украины. За этот год произошло три сражения. Ну, будем говорить так, два с половиной, потому что третье большое наступление российских войск еще не началось. Пока идет к нему подготовка. Это я за половину и считаю. Это оборонительное сражение на правобережье Днепра весной. Это большое оборонительное сражение русских войск летом. Так называемый украинский контрнаступ. В общем и целом, контрнаступление украинцами было проиграно. Я бы даже сказал, провалено в том плане, что операция была построена плохо, плохо велась и плохо закончилась. Что интересно, в общем-то, стороны понимали, что это будет сражение, по крайней мере, для одной стороны решающее. Успех Украины в этой операции позволил бы ей с определенным оптимизмом смотреть в будущее, с определенным оптимизмом, не очень большим. Потому что изначально ситуация России и Украины асимметрична. И Украине нужно искать способы не проиграть, но как Россия должна искать способы выиграть. Но вот поражение этого контрнаступления поставило Украину сразу в тяжелую ситуацию. Я об этом говорил и поэтому повторяться не буду. Скажу так, никогда нельзя говорить в войне что-нибудь совершенно определенное, но с точки зрения классического военного искусства, этим летом-осенью Украина проиграла войну. Это не означает еще, что этот проигрыш будет реализован, что Россия сможет ее выиграть, но это уже привело к массе событий. Итак, проигрыш Украины и войны вызвал следующее международное событие. Первое – это кризис ЕС. О кризисе ЕС не говорит сейчас в самом ЕС только ленивый. Но, честно говоря, некоторые осенние события в ЕС даже меня изумили. Я не думал, что дело обстоит так плохо. Например, по опросам выяснилось, что 51% населения хочет уехать из Франции. В Испанию, Португалию, кто-то в Австралию, кто-то в Китай, кто-то в Штаты. В любом случае, из своей страны. Это настолько напоминает ситуацию 90-х годов в Советском Союзе. Вернее, тогда уже Союз разваливался, Россия возникает. Что, в общем, у нас даже, по-моему, Сергей Шилов предложил, может, им слово «пацана» отправить с переводом. Видимо, будет востребованный фильм. Но, если честно, когда больше половины населения страны думает о том, как ее покинуть, это, конечно, кризис. Второй вариант, еще более интересный. В этом году Германия официально заявила о своем отказе от атомной энергетики. Мало того, что Германия ухитрилась, ну, может быть, не за год, а чуть больше, чем за год, скатиться с 8 на 27 место по экономике в мире, поставив своеобразный антирекорд. Но я сейчас даже не об этом. Хочется вспомнить основание Азимова. И вы знаете, периферия начала терять атомную энергетику. Периферия, то есть Германия, начала терять атомную энергетику. Второе важное событие – это, конечно, кризис НАТО. Кризис НАТО в данном случае, первое, кризис оперативного искусства. Сколько бы НАТО и НАТОвские генералы не жаловались на неправильное действие украинцев, но в общем и целом они готовили эти бригады, они готовили эти оперативные решения, и они несут за них ничуть не меньше ответ, чем украинское руководство. Это кризис военного производства, когда оказывается, что все НАТО в целом делает меньше снарядов, чем одна Северная Корея. Кризис военного производства сам по себе связан с кризисом военной инфраструктуры, а тот с кризисом деиндустриализации. Да, конечно, сейчас НАТОвцы пытаются повернуть ситуацию обратно, но это не так легко оказалось делать. И это требует времени. Третье важное событие – тоже следствие проигрыша войны Украиной. Вступление в НАТО в Финляндии и потенциально Швеция. Здесь же соглашение между Финляндией и США о взаимной помощи и предоставлении баз. И, между прочим, здесь же удар беспилотников по Пскову 29 августа этого года, который так или иначе связан, безусловно, с северным флангом НАТО. И здесь же, кстати, известный скандал по поводу того, что Россия перерубила кабель между Эстонией и Финляндией, хотя в дальнейшем выяснил, что Россия здесь совершенно ни при чем, да и не предполагала это делать. Что случилось? Случилось следующее. Почувствовал, что ситуация действительно становится сложной. А НАТО реагировало на нее максимально естественным и при этом крайне неудачным способом – привлечением к себе новых членов. Вообще, всякий раз, когда вы в устойчивый военный союз приглашаете новых членов, следует тщательно подумать о том, где здесь плюсы, а где минусы. На данный момент времени НАТО получило чистой воды Эксклов. А северный Эксклов, который при наличии серьезной войны защищать будет чрезвычайно трудно. А если учитывать, что и страны Прибалтики в какой-то ситуации легко могут стать таким же Экскловом, НАТО получает не помощь в введении войны, а крайне неудачную конфигурацию, в которую она в эту войну может вступить. Нет, само собой разумеется, что теперь у НАТО появятся выдвинутые к Петербургу базы. Это действительно важно. У НАТО появляется возможность контролировать Балтийское море. В скобочках АТО оно раньше не было такой возможности при современной-то технике. Все это, конечно, большие плюсы. Но одновременно Экскловная позиция – это большие минусы. И здесь можно сказать следующее. Лучше бы в этой ситуации НАТО бы думало об военной инфраструктуре, о создании новых производств. Это было бы гораздо более своевременным решением, нежели перевод сейчас, в общем-то, практически отсутствующих вооруженных сил Финляндии на антовский стандарт. И уж тем более перевод прекрасных вооруженных сил Швеции отлично организованных, но абсолютно по другому стандарту на этот стандарт. То есть в данном случае я сформулирую так. По поводу этого решения оно в лучшем случае не своевременно, а скорее всего просто ошибочно. Подрыв Крымского моста – зерновая сделка. И то, и другое – часть войны инфраструктур. Эта война развивается и будет развиваться дальше. События на наступление Запада в конце декабря 2023 года. Об этом мы с вами подробно поговорили. Очень важный момент. Кризис отношений Россия-США с угрозой их разрыва. А об этом совершенно формально выступил уже и российский МИД. Причем с такого типа словами. Да мы, в общем, не особо держимся за эти отношения. Можно их и прервать. Разрыв дипотношений двух крупнейших ядерных держав мира но это, конечно, не лучшая новогодняя новость. Вполне сейчас вероятная. Разрыв отношений – это риск войны. Ну, здесь совершенно понятно, что в связи с этим Россия занимается активно перевооружением стратегических войск, ракетных войск стратегического назначения. На ракеты «Сарамат» вводят в действие новые «Бореи». А США пока нет, потому что на данный момент времени быстро повысить боеспособность ядерной триады им не удается. Они все еще больше ставят на авиацию, чем на ракеты и подводный флот. Риск войны, я бы сказал, довольно значительный. Но, с моей точки зрения, стороны к войне принципиально не готовы. Ни та, ни другая, ни третья. В смысле, ни США, ни Россия, ни Китай. А потому с высокой вероятностью все-таки кроме нервотрепки ничего не будет. Но, надо иметь в виду, что когда взаимную нервотрепку устраивают ядерные державы, всегда существует возможность того, чтобы события выйдут из-под контроля. Как это, например, было летом 1914 года, когда тоже никто не собирался смерть Родсгерцега доводить до общеевропейского кризиса. Однако же случилось. Ну и то, что Украина проиграла войну, а Запад находится в кризисе, привело к тому, что Россия вошла в топ-5 экономик мира. Откуда, на самом деле, ушла Германия? Что тоже любопытно, интересно, важно. И надо сказать, что Россия довольно успешно действовала на политической арене, заключив соглашение с Китаем, Кореей, и совсем буквально на днях, вот в последние дни года, с Ираном. Но как заключив? Временное соглашение переведено в постоянное. Но это довольно значимо и серьёзно. В общем-то, это вот следствие того, что война в этом году развивалась так, как она развивалась. Следующее важное событие – это революция искусственного интеллекта. Да, и ранжирование событий, разумеется, моё. Может быть, другое будет их ранжироваться по-другому. Но для меня это второе по важности событие. Сейчас идёт большое выяснение отношений в интернете, вокруг нашего сообщества Усть-Качка, насколько всё это серьёзно. Меня упорно считают сторонником того, что Бог из машины всё решит, в то время как я упорно указываю, что ни о каком сильном искусственном интеллекте ни сейчас, ни в ближайшее время и речи быть не может. У нас остаётся слабый искусственный интеллект и шансы на создание того, что мы назвали средним. Но и это очень сильно меняет существующие модели в экономике и в управлении. Но вы сами говорили, что революция на самом деле случилась гораздо раньше. Почему мы тогда сейчас об этом говорим как о значимом событии? Но не гораздо раньше. Революция происходила с 1920 по 1922 год. Ещё в 1919 она намечалась. Был ли разговор о том, что вот-вот. За 20-е, 21-е, 22-е всё произошло. Но проблема в том, что то, что было за 22-й год на уровне научных достижений, в 23-м году стало общедоступным. Общедоступны чаты искусственного интеллекта типа Кандинского, типа Сбера, типа ЖПТ и так далее. Ими стало можно реально пользоваться. Многие моменты, связанные с прогнозами, например, те же некоторые выделения событий, многие моменты, связанные с отслеживанием ботов, стали реально делаться уже без человека. Соответственно, значительная роль искусственного интеллекта в организации ведения тех же боевых действий. Вот здесь в 23-м году произошло много изменений именно на практике всего этого использования. То есть, у нас возникла очень простая ситуация. Говоря языку, конца 18-начала 19-го века. Паровая машина перестала быть тем, о чём говорят профессора в лабораториях и отдельные великие инженеры, а она стала тем, о чём говорят бизнесмены на своих мануфактурах. Ой, извините, это уже не мануфактуры, это уже фабрики. Вот сейчас происходит примерно того же масштаба революция. Идёт создание мира технологий искусственный интеллект, как когда-то был мира технология паровая машина, потом мира технологий электричества. Это очень серьёзные изменения, и они будут проходить буквально в каждом элементе производства. Чём ещё раз подчёркиваю, это не какой-то новый интеллект, способный к самостоятельному глубокому мышлению, к созданию нового и иного. Но это интеллект, уже способный говорить с нами на нашем языке, и при этом сохранивший компьютерное умение, удерживать в голове любое количество данных и оперировать ими произвольно и спокойно. Это сильные изменения в мире, и мы должны это дело учесть. Подчёркиваю, для нас-то самое интересное как раз то, что необходимость перехода к миру технологий искусственный интеллект, это же опять же, извините, надо много чего делать, причём руками. Это же не вопрос покупки программного обеспечения. Это вопрос того, что меняются форматы производства, они становятся другими, и другие вещи от производства требуются. И всё это нужно делать и готовиться одновременно с реиндустриализацией в военно-инфраструктурной области, в энергетической и продовольственной области. Отсюда очень важный момент 23-го года, возникновение, возможно, локальное, может быть, только на 3-4 года, может быть, даже чуть меньше, но вполне реальное дефицит рабочей силы. Рынок рабочей силы вдруг оказался резко ненасыщенным, и на это сразу отреагировала экономика. Совершенно неожиданно выяснилось, что упали зарплаты высших менеджеров и возросли зарплаты исполнителей, что и всегда является нормальной ситуацией, когда у вас ненасыщен рынок рабочей силы и отсутствует резервная армия труда. И здесь, конечно же, то, что именно на эти же годы приходится революция искусственного интеллекта, дополнительная нагрузка на рынок рабочей силы. Это, конечно, позитивный, очень интересный фактор, но еще раз подчеркну, чтобы здесь не было непонимания. Я не говорю о том, что создан сильный искусственный интеллект и ни в коем случае не предсказываю, что он будет создан в ближайшие годы. Как раз, на мой взгляд, это невозможно. То есть мы говорим не о научных прорывах, мы говорим о внедрении и о реорганизации промышленности. Мы говорим о реорганизации промышленности и бизнеса. Прежде всего об этом. И военного дела. Тоже в связи с появлением соответствующих систем. Третье по важности событие – кризис элит в России. Мы о нем говорим в сентябре. И, к сожалению, как и все, что происходит в России, этот кризис завис. Ну и, собственно говоря, сейчас выражаются мысли конструкциями типа. Сменим западные рынки на восточные, все равно все можно купить. Дальше наращивать военное производство невозможно. Но, чтобы было невозможно, мы на всякий случай уроним рубль и поднимем ставку рефинансирования. Центральный банк будет продолжать свою политику монетарную, даже в условиях войны. Смотрите, у этого есть два фактора. Крайне негативно, о чем говорят, в том числе о том, что Путин все слил транснационалам. Что наш центральный банк находится над правительством, но под мировым банком. И это правда. Но есть и вторая правда. Помните, я говорил о том, что многие события очень по-разному выглядят, на них смотреть с разных фокусов. Так вот, здесь можно же привести и другой фокус. Например, для Украины сейчас ситуация… Война – это предельное напряжение всего. Министр внутренних, по-моему, делал Украину, если память не изменяет, заявил, каждый гражданин будет участвовать в этой войне. Хочет он того или не хочет. Речь идет о призыве 500 миллионов, о тотальной мобилизации. А надо иметь в виду, что с точки зрения нехватки кадров, на Украине ситуация более жесткая, чем в России. А в России она жесткая и не позволяет повышать далее рост военного производства. Так вот, совершенно очевидно, что Россия сейчас в известной мере бравирует, и перед Западом в том числе, очень простой конструкцией. А у нас нет войны. У нас идет СВО и работает логика бизнес, как обычно. Мы даже не вводим каких-то особых мер в экономике. Вот наши экономисты говорят, что мы будем вести монетарную политику. При ней, конечно, невозможно нормально воевать, но мы же не воюем почти. Да, это тоже точка зрения, так тоже можно рассматривать. Россия какое-то время может поддерживать позицию бизнес, как обычно. Но, опять же, для того, чтобы закончить эту войну, так как Россию ее собираются закончить, потребуется выйти через этой позиции. И, собственно, кризис элит в том и состоит. Что элиты держатся за бизнес, как обычно. И как они в 1922 году выступали против даже частичной мобилизации, так они и сейчас выступают против, например, мобилизации финансов. Это кризис, и с ним что-то придется делать. Но складывается интересная ситуация, когда народ вроде согласен, что мы давно живем в ситуации мобилизационной экономики, и, в общем-то, больше живет в логике «все для фронта, все для победы», элиты все-таки не определились и хотят делать все как обычно. Наталья Михайловна абсолютно правы. Народ живет в мобилизационной экономике, элиты живут в экономике мирного времени. Ну, вот так они и существуют. Ну, собственно, к большому вот этому риску можно добавить сам по себе факт, что мы до сих пор не говорим о войне, а говорим только про СВО. И здесь же, конечно же, самое яркое событие этого кризиса, собственно, это и открыло кризис. Это бунт Пригожина летний и его гибель. Это, конечно, моменты для данного кризиса принципиальные и важные. К сожалению, в Новый год мы вступаем, не решив этот кризис. Следующий по важности пункт, и он тоже кризисный, это кризис Израиля. Безусловно, кризис Израиля тоже давно очень назрел. Он мог случиться и раньше, мог произойти и позже, но, видимо, 50-летие с начала войны судного дня показалось Хамасу наиболее удобным моментом для начала войны. Здесь мы сразу сталкиваемся с целым рядом проблем. И на мой личный взгляд, с учетом эксклавности израильской территории, острой нехватки кадров в мире, и, в общем, отсутствием перспектив дальнейшего развития Израиля, по всей вероятности, сейчас начинается остановка с последующим демонтажем проекта государства Израиля. Да, само собой разумеется, этот демонтаж может быть выполнен более или менее хорошо, то есть с большим или меньшим количеством проблем и жертв. Он может быть выполнен далеко не сразу, может потребовать поколений или даже двух, но в целом я боюсь, что в этом году проблема поставлена, и теперь ее нужно решать. Да, Израиль мог, разумеется, разыграть кризис по-другому, но на данный момент времени Израиль избрал худшую из возможных стратегий, а именно мы уничтожим Хамас ценой своего собственного существования. Хамас они, конечно, уничтожат, возможно, удастся справиться и с хуситами, но общую ситуацию это не поменяет никоим образом. Пятый пункт из событий года – это, конечно, расширение БРИКС. Очень тесно связан с кризисом элит, потому что именно расширение БРИКС и вызывает мысли о том, что мы можем и дальше заниматься глобализацией только по-восточному. Должен огорчить сторонников этой идеи. Глобализация развалилась не сама по себе, и не потому, что Россия или, например, лично Путин не хотели глобализации, а потому, что уже на уровень 2008 года издержки глобализации превысили выгоды от нее. И, разумеется, те факторы, которые работали на уничтожение западной глобализации, точно так же работают на уничтожение восточной. С этой точки зрения БРИКСа еще нет. Ну, как такового. Но мы уже можем с уверенностью предсказать его кризис. Шестой пункт. США. США крайне неудачно провела год. Для тех, кто не читал, крайне рекомендую познакомиться с поздравлением Дональда Трампа, американцам, и демократической партии. Великолепнейший документ. К сожалению, местами написан в неформальной лексике. Может быть, правильно? Ну, правильно. В общем-то, мне добавить нечего. С чисто формальной точки зрения. Техногенная катастрофа. Крайне неумелое реагирование на внешние события. В результате то, что удалось отыграть в ходе тайваньского кризиса, Америка потеряла в последующие годы. Собственно, поведение в украинском кризисе ниже всякой критики. США в данном случае резко ухудшили отношения с Россией. Вообще-то, почти ничего не сделав для Украины. Последнее правильно. Америка и должна была таким образом действовать. Но раньше американская дипломатия умела эти вещи делать гораздо лучше. Ну и, конечно же, конечно, худшее из того, что было для Америки, это арест Трампа, постоянное его преследование, решение суда по недопуску к выборам, то есть создание на пустом месте конституционного кризиса. Ну, что я могу сказать? Американцы – люди рефлексивные. Фильм о будущей гражданской войне они уже сняли. Сейчас можно лишь сказать, что эта угроза продолжает нарастать. И, собственно, мы и считаем, что война в Восточной Европе закончится в следующем году именно из-за резкого обострения ситуации в США. Декабрь. Сербский Майдан. Первая более или менее удавшаяся попытка подавить цветную революцию. Но если не считать события на площади Тянь-Ан-Мэни в 89-м году в Китае. Поскольку, честно говоря, выступления наших на Вальнет в 11-м году под цветную революцию все-таки не тянут. А вот события в Сербии вполне тянут. Но на данный момент времени, по крайней мере, пока попытка не допустить потери управления в стране предпринята. И вроде пока управление держится. Будем смотреть. Что важно, это фиксирует особые отношения Белграда и Москвы. Коротко по прочим странам. Армения – это проигрыш войны в Нагорном Карабахе, прекращение существования Нагорно-Карабахской республики. Позиция России ослабла. Позиция Великобритании и Турции усилилась. Но на конференции ЕС в декабре в Петербурге Россия чуть-чуть отыграла эту ситуацию. За что Пашинину дали, не знаю, по-моему, очень питательную морковку, вряд ли вкусную, в виде лидерства, председательства, извините, в ЕС на следующий год. Центральная Азия. Ну, Центральная Азия – это нарастание противоречий вокруг Казахстана. В самом Казахстане безусловный конфликт с прежним президентом, которого вообще-то лишили титула отца нация, которую, в общем-то, он, с моей личной точки зрения, глубоко заслужил. Опять позиция России ослабла, опять позиции США и Англии возросли. И опять же, на конференции в декабре в Санкт-Петербурге российская дипломатия в последние годы чуть-чуть отыграла эту позицию. Но, смотрите, говоря о том, что здесь Россия потеряла, а США и Великобритания приобрели, нужно иметь в виду, что в общем и целом все очень хорошо понимают, что когда будет решаться общая ситуация в Восточной Европе, то есть, когда стороны будут выходить из войны, все эти позитивные, негативные результаты на постсоветском пространстве, скорее всего, будут спокойно, совершенно списаны. Причем, по их поводу, никто даже слова не скажет. Это просто отменят и все. То есть, это тактические движения. Это тактические движения, я на них обращаю внимание, потому что для России и Армения, с Азербайджаном и Грузией, и Центральная Азия категорически важны. А в рамках будущего российского макрорегиона принципиально значимы. Поэтому, мы здесь не можем на это не обращать внимания. С другой стороны, с моей точки зрения, реальные шансы Запада удержать эти позиции не очень велики. Другой вопрос, что конфликтом между Россией и Западом в той же Центральной Азии может, например, воспользоваться Китай, которого я никоим образом за союзника не принимаю. Африка. А тут все наоборот. Усиление российских позиций, резкое ослабление европейской, в особенности французской. Вообще, одно из самых тяжелых поражений Франции, я бы сказал, начиная с Алжирской войны. То есть, ну да, за последние 50 с лишним лет. Правда, кроме позиции России усиливалась роль Великобритании и становится совершенно понятно, что Африка теперь будет борьбой не стран, а частных военных компаний этих стран. Африка по любое ЧВК. Аргентина. И Венесуэла. Собственно, Южная Америка. Венесуэла явно начинает подготовку к конфликту с Гаяной. Несмотря на то, что стороны приняли решение о том, что не будут решать проблемы мирным путем. С учетом того, что вся Гаянская армия, по-моему, составляет где-то чуть больше батальона, я не сомнируюсь в том, что проблему им придется Венесуэлу решить исключительно мирным путем. Воевать Гаяна не может. И, наконец, Аргентина. Приход к власти милее. Президента на взгляд большинства абсолютно неадекватного. Само по себе очень интересное событие. Как с точки зрения общей темы кризиса элит, так с точки зрения дальнейшей программы развития Южной Америки. Здесь мне пока еще даже нечего сказать. Будем смотреть. Пока не случилось ничего странного. Ничего важного. Кроме самих этих выборов. Но то, что милее, я думаю, заставят о себе говорить, ну, это совершенно точно. На этом с политикой можно, о политике можно забыть. Переходим к другим событиям.